Приветствую вас, дорогие слушатели. Меня зовут Еремин Денис. Я являюсь координатором программ Центра славянских культур в Библиотеке иностранной литературы имени Рудомино. Сейчас у меня в руках находится особенная, в некотором смысле уникальная, очень занимательная и малоизвестная нашему читателю книга под названием «Посвящается Югославии». Книга представляет собой сборник рассказов славянских, хорватских и сербских писателей, таких как, например, Франца Бехк, Мирослав Клежа и Ива Андрич. Сборник был издан в Москве Центром книги Рудомино в 2015 году и включает рассказы, перевод которых осуществила Ольга Дмитриевна Кутасова, профессиональный переводчик и знаток своего дела. Благодаря этому сборнику русскоязычный читатель имеет возможность ознакомиться с литературой Балкан, с очень специфической и малоизвестной нашему читателю литературной традицией. Рассказы небольшие, знакомство с каждым из которых займет один или максимум два-три вечера. И, таким образом, читатели, ранее не знакомые с художественной литературой южных славян, легко и непринужденно втягиваются в доселе неизвестный мир балканских сюжетов, культуру других, родственных, но все же других, народов с совершенно иным мироощущением. Не будет преувеличением сказать, что Балканы – особое пространство. Славянские Балканы – это крестьянская страна, по сей день сохраняющая традиции и особый уклад жизни, что, безусловно, нашло отражение в творчестве писателей, рассказы которых вошли в сборник. Лично мне, прежде всего, хотелось бы познакомить вас с рассказами Ива Андрича. Андрич известен интересующимся художественной литературой людям, прежде всего своим романом «Мос на Длине». Именно этот роман принес писателей Нобелевского премии, потому многие другие произведения писателя остались в тени. Читателям, которым знаком главный роман писателя, придется по вкусу рассказ о кмете Симоне. Как я уже отмечал ранее, вошедшие в сборник произведений весьма небольшие, потому рассказ о кмете Симоне я приведу целиком. С пальбой, какой еще не слыхало ухо боснийцев, 19 августа 1878 года австрийские войска вступили в Сараево. За пальбой последовало и все остальное – кровь, трупы, полевые суды, виселицы и расстрелы, страх, неожиданные лица, новые распоряжения и порядки. Многое изменилось и перевернулось в душах потрясенных людей. Многое начало меняться в их отношениях. Случилось такое и с кметом Симовасковичем, или попросту Симоном. Небольшой, но хороший надел земли, на котором жил Симон с женой и двумя малолетними сыновьями, находился неподалеку от Сараева, сразу за селом Швракеном. Земля принадлежала Шорнику и Браге, Колошу, державшему лавку на башшаршеи, скромному мастеру из мелких землевладельцев. То ли нравом он был мирного, незлобивого, то ли просто не умел обращаться со своим кметом иначе, даже если бы и захотел, но вел он себя сравнительно с другими агами робко и осмотрительно. Ведь называют некоторых землевладельцев в народе добрыми господами. Наверное, они не лучше и не добрее прочих. А просто слабее. И по характеру не такие напористые и жестокие, как иные крупные землевладельцы, что сидят на шее кметов, и чьи бессердечные субаши забирают из гумна кмета в счет произвольно отмеряемого хака все до последнего зерна. Разница только в том, что иногда в таком добром аге побеждает мудрость маленького слабого человека. Так было и с Ибрагой. Однако в нескончаемых и запутанных расчетах между ним и его кметом властвовал тот же страшный принцип, по которому один человек ест другого, того, кто отдает ему все силы и кто в каждый урожай, готовя под него почву, вкладывает безвозвратную часть своей жизни, без всякой надежды на то, что когда-нибудь положение изменится в пользу крестьянина. Таков был хозяин Симона, и такова была его доброта. О самом Симоне тоже не скажешь, что он плохой кмет, хотя и хорошим его назвать трудно. Вернее всего, он по-своему и хорош, и плох. Другие кметы стараются отравить из жизни аги, отлынивают от работы, обманывают, тянут, пускаются на мелкие хитрости при внесении хака, то есть треть урожая зерна, половина сбора овощей и фруктов и половина укоса сена. Симон не умел хитрить, не способен был на бессмысленное упрямство. Аге он отдавал почти все, что было положено, но решительно отказывался доставлять хак на дом, в город. Ни за что не соглашался, подобно другим кметам, быть кулучаром, то есть 5-6 дней в году работать в хозяйстве аги. Вообще держался перед агой гордо, с достоинством, и вел себя независим. Ибрага мог найти способ сбить спесь со своего кмета, а так и почитал, что выгоднее ничего не замечать и получать хороший хак. Поэтому он терпел мелкие причуды кмета, считая их тем наименьшим злом, который неминуемо, как тень, сопровождает все хорошее и полезное в мире, в том числе и положенную ему третину. Он сам ежегодно отправлялся за своей долей урожая, делая вид, что это для него забава и развлечение, и никогда не заставлял Симона выполнять домашние работы, говоря, что в этом нет необходимости. Так, без особых столкновений, жили кмет и его ага, скрытые, но непримиримые враги, как цепью, связанной землей, которая кормила их и притягивала, каждого на свой лад. Той осенью, когда австрийские войска заняли Боснию, нередко случалось, что ага, страшась ехать в село и требовать свою долю, оставался без хака, а кмет, пользуясь общим замешательством и желая увидеть, какие будут законы под новым царем, придерживал и свою, и господскую часть. У Ибраги положение было особо. Его кмет был, можно сказать, под боком, в часе пути от лавки, к тому же он и раньше сам ездил за своей долей. Как только в сарае немного утихло и наладился какой-то порядок, он стал наводить справки у сведущих людей и у новых властей. И все его заверили, что в отношениях между агами и кметами пока ничего не меняется. Ага, как и прежде, пользуется правом на хак. И вот однажды Ибрага решил съездить в свое поместье за сливами. Уродилось их в тот год, видимо-невидимо, но из-за войны и всяческих перемен их еще не снимали. Начало сентября, солнечное утро. В саду на траве, заложив руки под голову, лежит Симон. До ним синеют сгибающиеся под тяжестью плодов ветви. Он блаженно улыбается, с головы до пят его наполняет одно чувство. Все это принадлежит ли мы? Словно сквозь сон, доносятся до него скрип калитки и голоса. Бросив в ту сторону беглый взгляд, он сразу смекает, в чем дело. Шорник приехал с работником на четырех лошадях со сливами. Симон подпускает его к себе совсем близко, прикидываясь, что ничего не видит и не слышит. «Доброе утро, Симон!» «Воистину доброе!» – отвечает Симон, не вставая. Ибрага проводит рукой по глазам и хватается за дерево, будто земля под ним закачалась. Смотрит Ага на дерзкого кмета, который, вопреки закону и обычаю, не встает перед ним и не верит своим глазам. Так вот каков кмет, когда в нем исчезают смирение и почтительность, и он перестает во всей своей силе и мощи. Долго смотрел Ибрага, с тех пор, как Аги, Аги, а кметы, кметы, такого в заводе не было. Под личиной спокойствия добрый Ага весь кипел от злости и оскорбленной гордости собственника. Между тем победила трусливая предусмотрительность. Кмет явно задумал недоброе, а времена сейчас тяжелые, смутные. И, взяв себя в руки, Ага сел. «Вот, приехал сливы свои прибрать», – переговорил он глухим голосом. «Ни к чему. Сливы в порядке, а понадобиться прибрать я и сам сумею». Завязался необычный спор. Симон чуть приподнялся, но лишь для того, чтобы прямо в лицо Аги обросать слова, которым и сам прислушивался с удивлением. Симон и раньше редко впадал в горестные раздумья и где-нибудь в поле или на дороге разговаривал в полголоса сам с собой, еле приметно двигая головой и руками и шепча при этом то, что сказал бы каждый кмет, если бы вдруг произошло чудо и Аги перестали быть Агами, а кметы превратились бы в хозяев своей земли. То были минуты дерзкого, но неслышного и потому безопасного бунта, когда угнетенный отводит душу и хотя бы в воображении вознаграждает себя за каждодневную муку своей серой жизни. Да, у него бывали подобные минуты, но даже тогда он не находил таких сильных и смелых слов. Тысячи безмолвных бунтарских обречений прошлого, как тысячи потоков слились в громогласную лавину слов. И Симон говорил. С широким взмахом руки разрезает Симон осенние просторы и небо над собой. Он задыхается от дерзких слов и на все вынужденно мягкие и вроде бы разумные увещевания и уговоры Аги отвечает суровым и кратким «нет», которое щелкает и сжет, словно огненный бич. Когда из поколения в поколение, из года в год, изо дня в день один человек работает на другого, понимая, что это несправедливо, но не осмеливается не только что-либо изменить, но даже высказать свои истинные чувства, в нем как бы скапливается гнев сотен тысяч людей и десятков поколений. Трудно поверить, что один единственный слог может вместить столько ярости и победного дикования. Симон несколько раз произнес свое «нет», сначала повернувшись поочередно на все четыре стороны света, а потом вскинув голову к небу, словно выстрелами из дружья, оповещая весь мир о своей радости. Наконец он повернулся к Аги и произнес свое «нет» «тише, спокойнее», и в этой мгновенной перемене тона была какая-то особенная значительность и торжественность. «Нет, не будет, по-твоему, Ибрага». «А как же будет?» – мягко спрашивает Ибрага. «Сам видишь, как. Другие времена, другие права и закон другой». «Это ты правильно говоришь, времена другие, на то воля Божья. Но ты ведь умный человек, Симон, и хорошо знаешь, что нет и не может быть такого закона, по которому мое вдруг стало бы твоим». Симон вскипает. «Есть, Ибрага, есть, ведь твое когда-то было нашим, и только потом по какому-то там закону стало вашим. Эгей, а раз мое могло быть твоим, значит и то, что зовется твоим, может снова ко мне вернуться». «Это ты, Симон, далеко зашел». «А я могу сейчас куда захочу идти». «Можешь». «Могу, Ибрага, еще как могу». Замолчали. Каждый думает о своем. «Симон» о том, чтобы такое сказать еще более грубое и обидное, но не этому Ибраге. И он сейчас ни во что не ставит. Да и по совести говоря, не такой уж этот ага дурной человек, а всем агам на земле, всему миру, который, кажется ему, наблюдая сейчас за этим извечным поединком. А Ибрага о том, как бы уломать взбесившегося мужика, чтобы тот дал набрать хоть две корзины слив. Стыдно возвращаться домой с пустыми руками. И он отследит слова сквозь зубы, коротко и опасливо. «Нет», — отвечает Симон. «Вот тебе сливы. Залезай и ешь на здоровье. Сколько влезет. Но с собой ни одной, даже червивой не унесешь. Не дам. Хочу посмотреть, как ты будешь возвращаться с пустыми руками оттуда, откуда всегда с полными возвращался». «Это утеха и для меня, и для душ всех моих покойных родичей за четыре сотни лет». Тут Симон захлебывается от переполняющей его гордости и замолкает. Ибрага лишь крепче стискивает зубы и еле заметно протестующе машет рукой, сопровождая этим жестом безмолвный внутренний диалог. Снова наступает молчание. Ибрага смотрит прямо перед собой, а у Симона все внутри кипит и бурлит. И он бросает вокруг беспокойные взгляды. «Как же мы дальше жить будем?» Симон нарушил молчание Ага. «Я хорошо, а как ты, не знаю». «Ну что же, храни тебя Бог. А как быть со сливами?» «Со сливами?» «Как сказал, так и будет. Было твое, да сплыло». «Нельзя так, Симон, нельзя. Ты человек умный, тебе не нужно объяснять. Ясное дело, не нужно. Но тебе я кое-что скажу, чтобы не тянуть валунку. Так вот, четыре сотни лет вы на нас ездили, теперь мы на вас четыре сотни лет поездим, а потом поговорим, кому на ком следующие четыре сотни лет ездить». Ибрага не дослушал до конца, встал и, не простившись, пошел к подводам, стоявшим с работником полодаль, и они двинулись во своясе. Пастбище, которое Ага должен был пересечь, прежде чем скрыться с глаз кмета, показалось ему бесконечным. Обратный путь был гораздо длиннее, хотя сейчас дорога шла под гору. А Симон, глядя вслед Аге, жалел, что так быстро закончил разговор, доставлявший ему такое удовольствие. Ему представлялось, что он выложил далеко не все, в голове роились невысказанные слова. Симон потянулся, вздохнул полной грудью и, задержав себе сладкий воздух, выдыхал его медленно и звучно сквозь стиснутые зубы. Ему было обидно, что Ага ушел. Есть ли смысл в богатстве и сфили, если некому их показать? Той осенью Симон так и не отдал Аге ни трети зерна, ни половины овощей, фруктов и сен, как предписывали закон и обычаи, которых он никогда до сих пор не нарушал. И Браге был нанесен не только материальный ущерб. Его оскорбил сам поступок Симон. Оскорбил и напугал, потому что кмет не удовольствовался скандалом в сливнике. Год выдался урожайный. Хак Аге остался у Симона. Сбыть излишки не представляло труда. Армия все покупала и за все платила. Упоенной свободой христианин купил верхового коня, низкорослого, но доброго вороного. Купил по дешевке. После восстания было много брошенных и отбившихся лошадей, которых барышники отдавали чуть ли недаром. Только вот сбруя на коне была деревенская, не кожаная, а пеньковая. Однажды утром Симон с особым тщанием вычистил коня и высокий длинноногий взгромоздился на него, заломив шапку и привязав к задней луке седла флягу с ракией. Проехав весь сараевский базар, он направил вороного к лавке и Браге. Ага сидел, скрестив ноги и согнувшись, и сверлил дырки на новые подпруги из светлой кожи. Игра от вороной только что передние ноги на низкий прилавок не закидывает. И Брага хмурится, но глаз от работы не поднимает. А Симон громогласно требует продать ему наборную уздечку. И Брага тихо отвечает, что нет у него такой уздечки, и сделать ее он не берется. Нужный товар весь вышел. «Что ж, или деньги у меня поганые?» гневно спрашивает крестьянин. «Боже упаси! Только нет, добрый человек, подходящего товара!» На силу отделался Ибрага от своего расфранчанного кмета, послав его искать уздечку где-нибудь в другом месте. Не раз проезжал Симон перед лавкой шорника, довольно ухмыляясь и горцуя на своем ворону. Понятно, Ибрагу возмущало это и злило. Он жаловался соседям, дрожал от страха и мучился. Однако в городе становилось спокойнее. Да и взбесившемуся кмету надоело, видно, горцевать перед лавкой. Постепенно Ибрага начал успокаиваться. Затаскует и загрустит, вспомнив прежние доходы, но как посмотрит, сколько людей вокруг больше него пострадало, и чувствует себя счастливым. Как-никак и восстание пережил, и по-прежнему работает в своей лавке. А в праве своему он уверен и согласен подождать до лучших времен. Тем более, что голод его дому не угрожает. Да и ждать пришлось совсем недолго. Зиму Симон провел словно в чаду. Раки наварил столько, сколько никогда не брил. И пил с приятелями, закусывая пшеничным хлебом. А хлеб, как все говорили, был такой вкусный, точно его для Аги пекли. Подкормились домашние в ту зиму, а Симон тогда же опух от раки. В конце концов съели и долю Аги. Отсеялся Симон своими семенами, но уже с юрева дня начал покупать хлеб. В это время он и получил первый вызов из уездного суда, в связи с жалобой и браги колоша. Симон не очень удивился. Он и раньше слыхал о том, что крестьян, не выплативших хак, вызывает в суд. И еще меньше испугался. Съеденное и выпитое добро, и браги бурлило и переливалось в его жилах нерастраченной силой. Он даже радовался, что встретится с Агой перед лицом христианского суда и отправился в город, как на косово поле. Суд закончился для Симона плохо. Вернее, не закончился, а был первым. Симон пришел в бешенство, увидев рядом с судейскими чиновниками двух присяжных, мусульманина со стороны Аги и христианина со стороны кмета, и во всеуслышание выразил свое возмущение. Чиновник призвал его к порядку. Тогда Симон рассказал про то, как отец Ибраги, Салих Колыш, получил права на кметов, и про то, что, по его мнению, не могут кметы и при турецкой, и при христианской власти принадлежать Аге. Когда же закон будет на нашей стороне? Чиновник прочитал выдержки из султанского предписания от 28 июля 1878 года, из военного указа 1859 года, и из рамазанского закона от 7 дня рамазана месяца 1858 года. А Симон от души хохотал над турецкими законами и отозвался о них так грубо и непристойно, что чиновник выставил его за дверь и привлек судебной ответственности за оскорбление властей. Симон 8 дней отсидел в тюрьме, а суд тем временем вынес постановление, по которому Симон должен был возместить прошлогодний хак и впереди регулярно вносить его, потому что пока нет новых законов, остаются в силе старые. Симон был потрясен, ненавистен стал ему дом, чешими казались поле и сад. Он решил подать жалобу. Для этого пришлось обратиться к учителю Алексе, доморощенному писарю и стряпчему. В свое время Алексе служил учителем в сербской школе. Когда 8 лет назад Сараевской сербской школе понадобился младший учитель, из Симона прислали Алексу. Новый учитель был не глуп и не странился людей, а, напротив, отличался остроумием и общительностью, пожалуй, даже сверх меры. Члены церковно-школьного совета говорили про него, что он умен, да неразумен, и нрава слишком веселого. Недаром его все время тянет в кабаки, где поют да гуляют. Невысокий блондин, краснощеки и улыбчивый, с синими глазами, в которых всегда блестели слезы умиления. Новый учитель был всегда в центре трактирных забав, пикников и веселящихся компаний. Члены Сараевского муниципалитета наперед знали, что из Австрии порядочно учителя не пришлют. Зачем иначе ему бросать хорошее место и ехать в этот турецкий город, где жизнь тяжела и непривычна? Поэтому они готовы были на все смотреть сквозь пальцы. Но господин Алекса быстро и недержимо превращался в горького пьяницу. «Тоскливая страна, брат», говорил учитель, опрокидывая очередную стопку раки и жалуясь на среду, в которой ему приходится жить. «Но кто от тоски лечится ракий, тот не избавляется от тоски, а умирает от раки». А что все горше, пьянство дурно сказывалось на темпераменте и характере нового учителя. Он быстро опускался, пренебрегал своими обязанностями, стал обидчив и раздражителен с господами и через два года совет его уволил. Он заявил, что не согласен с увольнением, пригрозил подать в суд и перейти в ислам. Последняя угроза поразила членов муниципалитета, и они пытались подговорить его от этого нелепого шага, но безуспешно. Солидные торговцы-мусульмане нисколько не обрадовались новообращенному. Однако среди собутыльников учителя и фанатичных ходжей нашлись такие, которые усмотрели в Ариф-Эфенде, так теперь звали учителя, ценное приобретение для своей веры и серьезную потерю для христианства. Они обредили учителя сшитые по всем правилам мусульманские одежды и женили на богатой вдове, в доме которой он и поселился. Только вот тратил он больше, чем давала жена, поэтому пришлось заняться ему писарским делом. В таком положении встретил он оккупацию Боснии. Как только в город вступили австрийские войска, Ариф-Эфенде исчез и появился лишь два месяца спустя, когда все успокоилось. На нем был прежний костюм а-ля Франце и причудливый старомодный цилиндр. Он вернул себе христианское имя и опять принялся писать крестьянам прошения, однако теперь исполнял еще одну работу, которая получила новое название Шпицл, работу полицейского осведомителя. Народ называл его фискалом. Его презирали и мусульмане, и христиане. Но он пил все больше и дошел уже до такого состояния, когда совести человеческое достоинство в конец затуманивают свинными парами и пропадают. Его в любое время можно было застать в Бессарином трактире, где он, сидя в стороне от других посетителей, вернее, те садились в стороне от него, писал или переводил с немецкого венкерского жалобы и письма. Перед ним стоял металлический письменный прибор, чернильница, песочница и несколько пелек. А рядом чекушка раки, всегда наполовину пустая. Говорил учитель с Симоном так же, как со всеми клиентами. Сначала они коротко и неприязненно справились о здоровье друг друга, а затем, не ожидая ответа, Симон спросил, сколько стоит написать жалобу. На сербском сексор, на немецком два. А на каком, вернее, осведомился Симон. Верно-то будет на обоих, но на немецком все же надежнее. У Симона было в кармане всего три сексора, но он помнил о своей недавней неудаче. Кто знает, какой язык, правда, лучше понимает. Пиши на немецком, сказал он решительно. Учитель развернул бумаги и открыл чернильницу, причем делал все торжественно, с наигранным достоинством пьяницы. Писал он быстро и уверенно, аккуратным почерком прописные буквы выводил с особым шиком, с изгибами и завитушками. Закончив, посыпал еще сырые ровные строчки золотистым песком из металлической песочницы, так что с нажимом выведенные линии отливали золотым и синим. Затем, негромко, с пафосом, прочитал прошение, выделяя голосом отдельные слова и непривычные выражения, каждый из которых по его словам бьет словно молот. Теперь Симон и вовсе не сомневался в успехе. Выпили они с учителем по маленькой и Симон громко хохотал над первым судебным решением. А когда высшие инстанции отклонили апелляцию как необоснованную, Симон напился в трактире у крештолицы, засучил рукава, ударил кулаком по столу и запел, что есть мощь. Бьет ружье из подземелья, не получит ага третьих. За песни он отсидел в тюрьме три дня, а за то, как отозвался об императорской власти и еще семьи. С той поры Симон Ласкович неудержимо покатился вниз и чем дальше, тем стремительно, пока совсем не спился и не бросил семью и землю. Симон всегда стал человеком горячего и неуемного нрава. Упрямство в нем было больше, чем силы, довольно значительной, а воображение было сильнее ума, тоже немалого. Он был мальчишкой, когда отец говорил о нем. Симон мой ни в меня, ни в покойницу мать. Добрая была, прости ее Господи, кроткая, как говорится, тише воды, ниже травы. А Симон в дядьев пошел. Шорины у меня такие, быстрые на ногу, ершистые, беспокойные, все бы им бунтовать. И он такой с пеленок, сердце у него доброе, отходчивое. Парень он послушный, работящий, да разум в облаках, не глядит на то, что под ногами. Все его к несбыточному тянет. Теперь Симон окончательно сбился с пути. Напрасно увещевали его соседи, кумарья, осмотрительные трезвые люди, говоря, что умные давно поняли, а сейчас и дуракам ясно, что австрийское ружье не то ружье, выстрела которого они ждали из-под земелья, и что в новом христианском королевстве кмет остается кметом, а ага агой. Поэтому его поведение бессмысленное и упорство только врагов веселит. Он не соглашался с ними, не хотел признаться в своей ошибке, даже если случалось, сознавал ее. Страсть увлекала его все дальше, и он уже рисковал потерять кровь над головой. Остановить его было невозможно. Бывает так, что зреющее в массах стремление освободиться от общественного зла преждевременно вспыхивает пламенем в одном человеке и уничтожает его. У Симона вошло в привычку, требуя свое право обивать пороги канцелярии, протирать штаны в сараевских кофейниках, торчать в лавках. Тяжба была для него лишь поводом, а когда наш крестьянин без нужды бросает работу и слоняется среди торгового людо, это верный признак его скорой гибели. В следующую зиму обоих его сыновей в одну неделю унес дифтерит. И без того слабая и хворая жена высохла от горя. Симон норовил уйти большие возможности, находя для этого сотни причин и поводов. На третий год Симону снова пришлось предстать перед судом. Ага обвинял его на основе восьмого параграфа того же военного указа от 1859 года, над которым Симон когда-то смеялся. Чиновник был новый, присяжные тоже, а закон и Ага остались прежними. Уверенный в своем праве, Ага был спокоен и сдержан. Чиновник огласил восьмой параграф. Если кмет плохо заботится об угодьях и без законного основания прекратит их обработку, отчего владелец будет ущемлен в своих доходах, или если каким-либо иным способом нанесет ущерб законному владельцу, или если без веской причины откажется от передачи владельцу принадлежащей ему доли, короче, если кмет нарушит договор, заключенный между ними, и владелец подаст на него жалобу, то власти, проследовав дело и убедившись на основании неопровержимых доказательств справедливости жалобы для отсутствия уверенности в исправлении кмета, удаляют последнего свышеупомянутых угодий. Вот это законы, вот это постановления, можешь над ними смеяться, но все равно рано или поздно они по тебе ударят точно и неотвратимо. Сошлись на том, что параграф соответствует делу Симона Вастовича. Кмет гордо вздыхал и твердил, что нет такого закона, чтобы он, Симон, остался без крови и пошел по миру, а ага при любой власти получал треть урожая. Хотя про себя признал, что есть, ибо то, что читал чиновник, подходило к нему как рукавица на руку. И потом пьяный продолжал удивляться. Турецкий закон и написан, чтоб ему пусто было давным-давно, а будто только вчера для меня сочинили. И он с ужасом представил себе страшную сеть всемогущих законов, которая покрывает и опутывает всех и вся. Вырваться из нее невозможно, распутать нет умения, и единственное, что остается, забыться на миг за стопкой раки. Но ведь раки тоже не всегда есть. Решение властей было выполнено. У Симона отняли землю, жена его ушла к родичам, а он превратился в бездомного бродягу. Ни крестьянин, ни горожанин, ни батрак, ни работник. Симон склонялся по городу, спал где придется, ел что придется, работал от случая к случаю, разносил молоко и овощи. Даст ему какой-нибудь огородник корзину картошки и лебедон молока на продажу и заплатит крейксер другой за труды. Но случалось, Симон напивался, забывал обо всем и терял товар, а то и выручку пропивал, прежде чем хозяин успевал забрать ее. Потом стыдно людям в глаза смотреть, да поздно, готов кровь свою отдать, и до хозяина нужны не кровь, а деньги. Постепенно и эту работу стали говерять ему все реже. Симон всегда хорошо пел и играл на гуслях, и теперь начал петь по кабакам за деньги или чекушку ракии. Сидит в кабаке и ждет, пока кто-нибудь в порыве пьяного великодушия не поднесет ему стопку ракии и не предложит разделить с ним баранью ногу до кусок пирога. Лицо его потемнело и отекло, тело высохло, его мучил кашель с мокротой, но стоило ему выпить, и он начинал горячо и страстно говорить о земле и своем правде, как в тот осенний день в сливнике говорил Ибрайли. Земля уже давно не та реальная земля, и право не то конкретное право, за которое он боролся, а нечто гораздо более значительное и важное, только что именно он и сам до конца не понимает. Зато реальная уездная власть и реальная тюрьма, в которой он часенько отсиживал то три, то шесть дней за неосторожное слово или запрещенную песню, реальная чахотка, медленно его подтачивающая. Все чаще случались дни, когда он совсем терял силы и падал духом. Но однажды в днем пробудилась надежда. На самом-то деле она была беспочвенна, однако для людей, живущих в раке, любой повод для надежды хорош. В те дни Глашатый объявил господам и народу о прибытии в Сараево старого эрцгерцога, члена Пресветлого Императорского Дома и Царева Дяди. В городе готовились к встрече высокопоставленного лица, а Симон, одурманенный раке, увидел в трезе Царева Дяди перст Божий. Одна мысль о царях и царских родичах обнадеживала и пьянила сильнее раки. Чего же проще рассказать все дяде царя, его правой руке, человеку, который все может, и получить от него свое право. А то, что тот должен заняться делом и решить по справедливости, это тоже естественно. Для того и ходят царские люди по земле. Симон узнал от церковного певчего, что эрцгерцог посетит старую городскую церковь наряду с храмами других исповеданий и решил спрятаться где-нибудь в низкой полутемной церкви, хоть под аналоем владыки, и в подходящую минуту выйти к цареву человеку и вручить ему прошение, а представиться случай на словах изложить свое дело. В жизни всякое бывает. И он уже видит воображение, как эрцгерцог поворачивается к свите, приказывает без примедления исправить явную несправедливость. И вот он отправляется к Эбраге. Нет! Зачем ему идти к нему в лавку? Лучше он пойдет в свой старый дом и прикажет, чтобы его бывшего Агу дальше ворот не пускали. Размечтавшись, он едва не забыл отыскать человека, который написал бы ему прошение, но вовремя спохватился и побежал в бесарен трактир. Бывший учитель сидел на своем обычном месте. На сей раз они не справлялись о здоровье друг друга и не торговались. Симон объяснил, какое ему надо прошение. учитель согласился. Сексер на сербском, два на немецком. Симон предпочел сербский. Для этого у него было много причин. Он вообще никогда ничего не предпринимал без серьезных, хотя часто и противоречивых оснований. Во-первых, в кармане у него не было полных двух сексеров. Во-вторых, с тех пор, как он услыхал приездить царево-дядей в голове не без помощи раки и затеплилась надежда, он исполнился такого оптимизма, что на сей раз даже не задавался вопросом, какой язык правда лучше понимает, не допуская мысли, что его может постигнуть неудача. В-третьих, зачем этому поганому потурченцу давать хоть нагрожи больше, чем нужно? На сербском «За сексер», решительно заявил Симон. С обычными церемониями полными важности и достоинства, посыпая золотистым песком жирно выведенные слова, каждый из которых бьет словно молот, учитель написал прошение, начинавшееся словами «Ваше царское величество, обращаюсь к вам с покорнейшей просьбой». Негромко прочел его ошалевшему крестьянину, после чего стряхнул с бумаги песок, сложил его и, принимая сексер, спросил «Выпьем помаленьким?» Зная, что учитель пьет на даровщину и лишь в редких случаях платит сам, Симон сказал, что ему некогда и не хочется. Тогда учитель, прищурив один глаз, поинтересовался, как думает Симон передать свое прошение. Христианин не был расположен на отправлении честь с человеком, в карман которого перекочевал его сексер, поэтому ответил, что это его забота. Учитель стал его убеждать, что все не так просто, но Симон не желал продолжать разговор. Птицей обернется Симон, а передаст. И пошел вниз по круто спускающемуся длинному двору трактира. А учитель отправился в полицию сообщить, кому следует об этом деле, как он сообщал обо всем, что видел и слышал. Церковь была заперта, хотя изнутри слышались голоса женщин, там убирали и мыли полы. Чтобы не привлекать к себе внимание, Симон не стал стучать и пошел в Джлагин трактир выпить кофе и подождать, когда можно будет незамеченным проскользнуть в церковь. По дороге в трактир он живо представил себе, как, перехитрив служителя, спрячется куда-нибудь, хоть под аналой владыки. А когда царев дядя подойдет к иконостасу и перекрестится, ведь они тоже крестятся, он неожиданно выйдет и воззапит, как в прошении написано. Ваше великое царство с почительной покорностью и протянет ему бумагу. А потом будь что будет, пусть в тюрьму сажают, ссылают. Главное, царев дядя узнает правду, которую от него, конечно, скрывают, а то, что он знает, не может не знать и сам царь. Пусть цари узнают во Симоне и его правду. Размышляя таким образом, он подошел к Джлагину трактиру, но не успел он сесть на скамью, такую засаленную и отполированную, что невозможно было определить, из какого она дерева сработана, как его перехватил Ласа Генго по прозванию Ласа Полицай. Был это высокий человек с необыкновенно длинными руками и ногами, весь какой-то разболтанный, с тонкими обвислыми усами на маленьком лице. Он уже давно служил царским человеком. Сначала был привратником в прусском консульстве, затем служителем в турецком учимате, посыльным в христианских кварталах, стражником. Австрийские власти оставили его на службе в полиции. Несколько лет он только разносил повестки, а потом вдруг появился как заправский полицейский в полной униформе, при сабле с медным эфесом в черных кожаных ножнах. Симон с детских лет знал Ласа Генго, а с тех пор, как затеял свою злосчастную тяжгу, тот постоянно вставал на его пути. Симон здоровался и проходил мимо, не желая признавать в нем законную власть и настоящего царского чиновника. На этот раз Ласа повел себя не как обычно. «Ты что здесь делаешь, как это ничего?» Симон открыл было рот, чтобы сказать, что это ничего не совсем ничего, он, мол, оставил здесь бидона из-под молока и корзины, но Ласа резко прервал его, «следуй за мной». В этих словах были тени уважения и грубости, при помощи которых полиция будто невидимым ударом приводит в замешательство и обезоруживает арестанта. Симон был неробкого десятка и имел за себя постоять. Между тем, пока он пытался объясниться и сам потребовать объяснения, он с удивлением обнаружил, что шагает в ногу с полицейским и что слова тут бессильны. И чем дальше они шли, тем отношения между ними, неуклонно меняясь, становились все более определенными. Между ними появилось нечто новое, третье, что не было ни Симоном, ни Васа Генга, предписание и закон, преступление и наказание. И все это в форме, не существовавшей в турецкие времена. Они шли рядом и каждый думал о своем. Васса, опасаясь, что у него недостаточно важный суровый вид, морчился и пыжился, а Симон, замедляя шаг, стремился поймать взгляд полицейского и придать делу невинный характер. «Эхма, дал бы ты мне работу закончить?» «Нельзя», отвечал Васса странным, будто не своим голосом. «Вели надо ставить господина комиссара без промедления». Симон, почувствовавший, что снова обрел смелости и красноречие, остановился и оскорбительно фамильярным тоном произнес «Знаешь, иди-ка ты своей дорогой, а я и без тебя знаю, где найти господина комиссара. Я и я и знаю». Васса от обиды даже побледнел, сердитым, глухим голосом оборвал Симона. «Не виляй, шагай куда велено. Это тебе не Турция, а Австрия. Четвертый год Австрии. Забыл? Сам знаю, нечего меня крестить. Я и так крещеный. Австрия, Австрия. Ты что ли Австрия?» Тут Васса отбросил недавно усвоенные правила поведения на службе и совсем не по уставу и не по-австрийски надвинулся на Симона. «Ну-ка, посмотри на меня. Так вот, для тебя я Австрия. Понял? Ты Австрия? Я. И знай, пикнешь, по всему городу связанную пройду. Довольно я тебя слушал. Хватит!» Но тут как бы спохватившись, что разговор очень уж смахивает на обычную боснийскую свару, Васса надулся, выпрямился, выпятил грудь так, что все складочки на мундире разгладились, вздернул усы, открыв рот с гнилыми зубами и выпучил глаза, то есть принял выправку настоящего австрийца, какой Симон никогда не видывал у своих соотечественников. Переобразившийся в мгновение ока, Васса громко и отчетливо, словно торжественные заклинания на незнакомом языке произнес всего три слова. «Именем закона вперед!» И Симон беспрекословно двинулся за ним. Теперь они шагали иначе, чем раньше. Их связывал закон. Между ними возникла неведомая им до сих пор зависимость. Казалось, они сбросили невинную и беспечную маску будничности, и из-под нее выглянуло нечто совершенно новое, с чем ни тот, ни другой в первые минуты не могли освоиться. Васса уже был не Васса-полицай, воспринимавшийся как часть городского инвентаря, а другой, незнакомый человек, строгий, суровый, опасный и неумолимый, как автомат. В каждом его движении чувствовалась сила и неотвратимость стихии, от которой люди инстинктивно и тщательно стараются укрыться. И Симон был не Симон, всем известный говорунный бунтарь, предпочитающий пробивать разум по сараевским трактирам, чем мучиться с землей и хозяйством. Он стал вдруг именующимся Сима-Васковичем, которого необходимо в кратчайший срок и кратчайшим путем доставить к шефу сараевской полиции. Так и идут эти два человека рядом, скованной цепью закона, каждый со своими новыми мыслями и ощущениями, и из-под лоби смотрят друг на друга новыми глазами, Главная мысль Васа достаточно ли важный и суров у него вид, как это пристало царскому полицейскому. Он надувался, хмурился, высоко вскидывал ноги, крутил сабли, словом, делал все, что мог, но ему казалось этого мало. А вдруг австрийская выправка не спасет, и из-под полицейского мундира выглянет прежний Васа, нищий, забитый баснеец. Симон думал сразу о многом. Он злился на закон, на власти, на весь мир, и в то же время радовался, что опять вокруг него поднимается кутерьма, что снова у него будет случай поговорить о своем праве и о тяжбе сагой. Но больше всего он поражался и изумлялся неожиданному превращению Васа. Если уж с Васа Генго произошло такое, что же говорить о других? Надо же, Васа полицай государства. Эх, видно пришло время подыхать. Да и как жить? Куда бежать и где укрыться? Коля Любой теперь может заявить, что он Австрия. Но внезапно эти мысли отступили. Симон вспомнил про жалобу за поясом и вздрогнул. Начнут обыскивать, найдут эту несчастную бумагу, тогда уж ему не отвертеться, что он хотел передать ее Эрцгерцогу. Переходили как раз латинский мост. Симон сделал вид, что поправляет пояс, а когда они сходили с моста, переслонился к ограде, будто для того, чтобы перепоясаться, и быстро, но неуклюже бросил бумагу в греку. Теревенская неповоротливость – самое уязвимое место в постоянной то явной, то скрытой подбег крестьян с городом и горожанами. Бумага, развернувшись на лету, плавала в неподвижном мелководье. Ласса обижала граду и с невысокой стены прыгнув в воду, которая едва доходила ему до щиколоток. Симон бросился за ним, догнал его, и их руки сплелись над намокшей бумагой и разорвали ее и, пока они вылезли на дорогу, Симон в сердцах бросил свой кусок прошения. Ласса подобрал его, и они двинулись дальше к убийствам. Ласса не спускал глаз из крестьянина, а Симон напила дрожь. Остатки разума, слепая сила, слились в нем в бешеное упрямство, в отчаянную решимость бороться и сопротивляться до конца. Он ничего не слышал, не видел, не чувствовал. Казалось, он не ощутил бы боли, если бы его начали резать по-живому. Симон шагал вперед и так быстро, словно не его вели, а он вел. Перед глазами сверкал огнями бистри, бесчисленные окна высокого дома Генде, где теперь помещался полицейский комиссариат. Блестели и переливались, словно река, в которой ему предстояло прыгнуть и либо выплыть, либо потонуть. Больше часа ждали они в длинном коридоре. Мимо пробегали чиновники в мундирах и в штатах с бумагами и под вышкой. Шнырял толстый служитель пеша. И никто не только слова не сказал Симона, но даже не взглянул на него. Ожидание в коридорах полиции способно сломить и подрывать волю и у более волевых и терпеливых людей, чем Симон. Потому, сколько его заставляли ждать, Симон догадался, что его поведут к самому комиссару. Комиссара, всем известного господина Косту, Херману, познал и лично, а однажды его уже приводили к нему. Это случилось после первого решения суда, когда Симон был еще полон сил. Комиссар вызвал его и строго предупредил, чтобы он не трогал Ебрагу, так как это запрещено законом. А об их тяжбе высшие власти скажут свое слово. Высшие власти сказали свое слово, и тогда Симон узнал, что господин Коста приятель Аги. Наконец, Симона ввели к комиссару. В тот раз он получал нагоняй где-то в прихожей, так сказать, на ходу. А теперь его провели прямо в кабинет комиссара, просторный, светлый, засланный коврами, уставленный мебелью, какой Симон никогда в жизни не видывал, с развешанными по стенам, стоящими на столе диковинными приспособлениями, назначения и происхождения которых он не мог понять. А кругом чистота и порядок, вселяющий в душу страх и смятение. Симон не знал, куда деть руки и ноги. Он с изумлением смотрел на свои огромные заскорузлые опанки. Лицо его горело. Больше всего хотелось ему услышать, что его привели сюда по ошибке. Его надо отвезти в канцелярию попроще. Из-за своей глупой привычки смешивать важное с неважным и неумение отличать главное от второстепенного, Симон думал сейчас только об этой сказочной, неземной чистоте и изумительном порядке. «Рай на земле. Барская жизнь», размышлял Симон. «Вот это Австрия». И он бросил быстрый презрительный взгляд на долговязывала васа Генга, застывшего у дверей по стойке смирно. За столом в темном мундире сидел Коста Херман. Он не кричал, даже пальцем не пошевельнул. Лицо спокойное, белое, с легким румянцем на щеках. Волосы густые, усы тоже густые и короткие. Сквозь пенсне светятся темно-синие глаза, но когда комиссар задает вопрос, их цвет меняется, сливаясь с облеском верхней грани стекла, и взгляд становится острым, непостижимо спокойным и пронзительным. «Значит, ты не хочешь угомониться?» строго вопросил комиссар, окидывая его этим своим взглядом ожившего стекла и остекленевших глаз. Оказывается, про Симона ему все было известно. И как тот потерял дом и землю, как пьянствовал и бродяжничал, продолжая тяжбу сагой, хотя дело решено окончательно и бесповоротно. И как вот теперь вознамерился даже высочайших лиц беспокоить своими неуместными и необоснованными просьбами. Словом, Симон, по его мнению, на нырном пути, и если не одумается и не возьмется за какое-нибудь дело, то плохо кончит. Как только комиссар упомянул о тяжбе, Симон забыл о своем смущении и заговорил горячо и страстно. Но чего тебе надо, ведь все решено по закону, корил его комиссар. Пока человек жив, все можно перерешить. Комиссар положил руку на руку и с любопытством поглядел на кипятившегося мужика великана, не замечавшего, что его дразнят и раззадоривают, словно подопытное животное. Ты знаешь, что есть царский указ. Честь и хвала царю и царскому указу с фальшивой напыщенностью перебил его Симон и чуть приподнял шапку, которую держал в руках. По этому указу тебя и судили. Нет, господин, меня судили по турецким законам. И кто судил? Джулага Маглайлич, такой же турок, как и мой Ага. А трое присяжных, один из них Антепилишич, человек. Да, Антепилишич, только он не человек и никогда им не был. Ну хорошо, там был серп Косточук и Вук Бранкович был серп, однако царя на Косове он предал. Комиссар не смог сдержать улыбки, приснувшие не на кубах, а скорее в стеклах Пенсне. Неужто так, Симон? Да уж лучше бы не так, да ничего не попишешь. Так. Симон входил в раж все больше, а комиссар все спокойнее и веселее подогревал его своими вопросами. Допросив его хорошенько, хотя и обиниками, Херман должен был признать, что и в данном случае речь идет об одной из фантазий пьяницы. Однако решил на время, пока они пройдут торжества и высокие гости не уедут, задержать Симона. Подозрение легко западает в голову австрийского полицейского. В сущности, оно даже не западает, оно постоянно там, почти всегда на чеку. А если чуть задремлет, то только на одно ухо и на один глаз, чтобы даже самый незначительный шум, будь то шорох крыльев мотылька, заставил его встрепенуться. И даже если ничто не тревожит его покоя, оно время от времени само просыпается от тишины, которая кажется сомнительной. А потому австрийский чиновник всегда в своих действиях склоняется к тому, что проще и безопаснее для него и его служенных интересов, но хуже и тяжелее для человека, взятого под подозрение. Правительственный комиссар встал и добродушно объявил Симону, что дня два-три ему придется провести в полиции. Сначала Симон возмутился, а потом попросил отпустить его. Нельзя, Симон, ведь у тебя привычка выскакивать перед высокими особами. Не дай бог, кони царские испугаются такого великана. Так и для тебя лучше будет. Говорилось как будто в шутку, а Симон тем не менее три дня отсидел и только после отъезда высоких гостей был выпущен на свободу. Так развеялась последняя иллюзия Симона, и жизнь его стала еще чернее, тягостнее и беспорядочнее. Вскоре он всем надоелся своими вечными разговорами о земле, о хаке, о турецких земельных законах и австрийских постановлениях, названия, номера и даты, которых он знал на память. Люди считали его несчастным, пропащим человеком, помешавшимся на земле и бежали от него, как только он вынимал из сумки потемневшие и стрепанные на сгибах судебные постановления и решения, жалобы и прошения. А жить надо было, хотя бы и нищенски. И Симон с трудом и нескоро научился молчать о самом главном и дорогом для себя и петь под гусли то, чего требовали люди, за что они платили. Зарабатывая на хлеб пением, он все больше удалялся от центральных улиц и кофеин, куда теперь пришли новые люди и предпочитал окраинные кварталы. Недалеко от Сараева, в узком и изогнутом каньоне Милецки, на Большаке, ведущем на восток, есть Козий мост, красивый длинный однопролетный каменный мост. На правом берегу реки возле этого моста находится знаменитая придорожная корчма с террасой над рекой, конюшнями и кузницей, перед которыми всегда стоят повозки и лошади. А на другом берегу, немного в стороне от реки, приютилась белая кофейня с садом, спускающимся к воде. Здесь сараевские ремесленники часто устраивали пикники. С апреля и по самый октябрь сюда приходили посидеть в холодке за стопкой раки и на лужайке у реки послушать песни и игру на гуслих сараевские пьяницы. Причем самые горькие, которых неизвестно почему привлекало это место между крутыми берегами, где солнце рано заходит и поздно встает и откуда не открывается взору никаких красот. В летние вечера на террасе кофейни всегда можно было видеть исхудалое, смуклое лицо и крупную согбинную фигуру Сима Васковича, бывшего кмета и браги земледельца. Обычно он сидел у самой стены, надрывно кашлял и сплевывал в реку. «Этот дальше осени не протянет», говорил Корчмарь в слуге, разгоняя перед собой дым от очага и кивая на чахоточного Симону. А Симон, ни на кого не глядя, ждет, когда ему закажут песню. Из сумки, лежащей рядом, вглядывают гусли. Песню обычно заказывал тот, кого первым пронимал и раки, а заодно он требовал мяса и раки для гусляра. На террасе сидел еще один засегдатый, некто Салихбек Хасимбегович. Родом из Маглая, он с прошлого года жил у сестры, которая замужем за одним из бегов бабичей, и от ее щедрота допивал свои последние стопки раки. Это был конченый человек, без дома и хозяйства, горький пропоица, когда-то знаменитый игрок в кости, давно изгнанный из беговского общества. Половину своего состояния он промотал за 25 лет до австрийской оккупации, а вторую, большую половину, за 5-6 лет после оккупации, принесший с собой рестораны, танцовщиц и прочие развлечения и соблазны. Толстый, с короткой шеей, багровым лицом, нелыми зубами и всегда влажными, налитыми кровью глазами, он доживал свои дни на козьем мосту, часто оставаясь здесь по 2-3 дня к ряду. «Каждый день жду, что его удар хватит, и он сковырнется», говорил слуге «корчмарь», склонный к мрачным и зловещим предсказаниям. Порой в корчме у моста сидят только Салихбек и Симон. Кто приходит сюда лишь по праздникам, кто по вечерам или в хорошую погоду. А эти двое здесь почти безотлучно. Трезвые они сторонятся друг друга и сидят в разных концах террасы. Симон беспокойно ерзает на стуле, перебирает какие-то бумаги в кожаной сумке или громко кашляет. А Бек сидит неподвижно, никого не видит и не слышит, ни в ком не нуждается. Звернет прохожий, опрокинет стопку и пойдет своей дорогой. Трудно сказать, кто из них заговорил первый, как получилось, что между ними завязался разговор и Симон подсел к Беку. Все это сделала Ракия. Чуть оживившись, но по-прежнему сдержанный и невозмутимый, Салихбек говорил «Давай-ка нашу, пограничную». Симон шел за сумкой, будто по собственной охоте. Пел он негромко, подыгрывая себе на гуслях. Окончив, долго молча смотрел на струны. Бек обращался к корчмарю. «Подай-ка мне стопку, Ракии! И ему тоже!» А осушив, велел подать еще и уже не отделял Симона от себя. «Подай две!» Бек снова просит Симона спеть. Симон поет, стопки перед ними пустые. После третий Симон сам затягивает песню о Смаил-Аге Ченгидже. Бек вспыхивает. «Эх, вот это да, вот это хорошо! Но смотри, если с Смаил-Агой беда какая приключится, не сносить тебе головы!» Бек любил угрожать, хотя, конечно, все его угрозы оставались только на словах, как это бывает с угрозами, клятвами и обещаниями горьких пьяниц. Так они пили и пели. «Давно опустилась темнота. В перерывах между песнями они вели путанные беседы, то громко, то приглушенным шепотом. Случалось, Салик Бек вспоминал, что он бег, резко обрывал христианина и переводил разговор на другое. Но чаще он так напивался, что ни век поднять не мог, ни пошевельнуть отяжелевшим языком. Симон был крепче, на него ракия действовала иначе. Счастливый от сознания, что перед ним мертвецкий пьяный человек, который не убежит и должен будет выслушать его, Симон тихо рассказывал о слепшему, о немевшему, о дурманином ракии собеседнику. «Все считают меня дураком и пропащим человеком. Знаю. Но я знаю и другое. Помню, я еще мальчонкой был. Кочет у нас жил. Большущий. А по голосу не было ему равных в округе. Правда, был у него один изъян. Оттого и сложил голову до преж времени». Кукарекал он на целый час раньше других петухов и криком своим будил всех домашних. Надоело это отцу. И в один прекрасный день он сказал, «Хоть и мил он и мне, а покоя от него нет». И велел зарезать петуха. Вот и я слышу вроде того кочета. Бег, закрыв глаза, жевал беззубым ртом и издавал звуки, похожие не то на зубовный скрежет, не то на храп. А Симон, подчиняясь неодолимой потребности высказать все, что накопилось на сердце хоть кому-нибудь, пусть даже этой полумертвой колоде, продолжал. «Все мне твердят, не надо было говорить и делать то, что я говорил и делал. Не время, мол, лучше молчать, набрав в рот воды, доделать свое дело. Кто его знает? Может и так. Но вижу я, что выходит-то по моим словам. Умерло право аги и родилось кметовское. Никто только этого еще не видит, а я вижу». Крестьянин накнулся к бегу и, как бы повеляя ему важную тайну и тем оказывая большую честь, мягко, с достоинством продолжал. «Знаешь, Салихбек, я тебя уважаю, как друга и товарища уважаю. Уважаю. И пусть меня Бог накажет, ежели я тебя обижу, чем или забуду твой хлеб-соль. Сохрани Бог, уважаю. А все же с кметовским правом и с хаком неладно у нас, несправедливо, и так долго не протянется. Сегодня Симон бездомный бродяга. Нет у него ни земли, ни дома. Люди от него отворачиваются. Всякая мразь над ним смеется. Васа Генго командует, лишивый Хуса гонит не только из канцелярии, но и из суда. Мешай я ему, видишь ли. Запрещается, говорит. Эхма, запрещается. А я вот опять, Салихбек, не в обиду тебе скажу. У Симона есть право. Есть. Только вот малость ошибся он. Раньше срока прокукарекал. Обманул меня, сукин сын, шваб. А право у Симона есть. Есть. Крестьянин отодвинулся от бега, скрипнул зубами, ударил ладонью по стволу и, задыхаясь от тяжелого чахоточного кашля, низким голосом, словно пил под гусли, заговорил снова. Есть, Салихбек, поверь, есть. Ладно, пускай я дурак и пропащий человек, пускай. После меня придут люди лучше и умнее, и они-то уж сведут счеты с аками и судьями, так что им не сладко придется. Мне не дождаться этого, но я твердо знаю и вижу. Вот как эту ракию несчастную, что стоит передо мной. Придет день, когда аги и беги будут, как я, топтаться перед канцеляриями, спрошениями и законами в сумме, и никто не станет читать их бумажки и даже разговаривать с ними не захочет. Люди будут смеяться над ними, как сейчас надо мной смеются. Только этот смех будет громче и сильнее. От него вся Босния затрясется. От меня к тому времени останется горст костей. Меня не будет. Но лучших поминок мне не надо. Тогда я оживу, а сейчас я мертвый. И Симон разглагольствовал о том, чего никогда не было, и, как говорят люди, быть не может, но что все же должно быть. То были смелые, бунтарские мысли, днем они не приходят в голову и их не высказывают вслух. Сейчас же в этом глухом углу, над обмелевшей рекой, чье журчание едва слышалось, в крестьянине словно не ракия говорила, а сама правда, красноречивая, прозорливая и бесстрашная правда глубокой ночной поры. И Симону было приятно, что он не боится высказать ее в лицо самому бегу, пусть и полумертвому от ракии. Иногда бег бывал и не настолько пьян, как казалось, и сквозь пьяный шум и туман в голове до него доходило, если не все, то, по крайней мере, главное. Мало-помалу в нем вскипало яростное негодование, однако язык не повиновался и ноги не слушались. Он только шевелил справа налево указательным пальцем и этим едва заметным жестом как бы отвергал то, что слышал. На большее он был не способен, но хоть таким образом давал понять мужику, что не согласен с ним. Наступала ночь. Все умолкало, газ свет и только осколок словно стеклянной и умытой луной светил еще некоторое время над мрачной котловиной. Хозяин закрывал ставни на окнах, запирал двери и укладывался спать. Бега и Симона, получив с них завыпитое, он оставлял на террасе у реки, как людей без угла и крова, с которыми можно особенно не церемониться, и которые скоро, один раньше, другой позже, кончат свой век где-нибудь на скамейке, прислонившись к стене трактира. Вы прослушали рассказ о комете Симоне Ива Андрича из сборника «Посвящается Югославии» в рамках славянского подкаста. Спасибо вам за внимание. Оставляйте ваши отзывы и комментарии. Если вас заинтересовала книга, вы можете ознакомиться с ней в Центре славянских культур Библиотеки иностранной литературы имени Рудомино. Будем ждать вас с нетерпением. Продолжение следует...